Мама, вот скажи, что самое главное за свои годы жизни, про жизнь, ты поняла? Что открыла для себя, может быть, итог, принцип, по которому устроена жизнь? Я поняла, что нужно вступать друг другу, но не всегда это получалось. А что такое любовь? Любовь – это большое доброе чувство к человеку, который с тобой рядом, и он уже хранит всю жизнь. Почему так трудно любить? Не поняла вопрос. Почему трудно любить? Смотри, как мало сегодня любви среди людей. А, трудно любить, да, потому что люди разные встречаются по характеру, и не всегда можешь притереться к этому характеру, даже на протяжении всей жизни. А скажи, пожалуйста, что ты поняла про Бога? Вот какое у тебя восприятие Бога? Что про Бога поняла к своим годам? А у тебя же мне магнитофон, какая разница в том, что ты говоришь? Нет, все записывается, и звуки, и видео. Записывается? Конечно. Я не знаю. А что ты думаешь, только лицо? Это что-то большое-большое, святое-святое, по крайней мере. Но это не сейчас, а немножко раньше я поняла, что если мне трудно, я всегда обращаюсь к Богу. И всегда прошу, Господи, дай мне силы выжить, Господи, благослови этот дом, Господи, благослови эту семью. Господи, дай силы моему сыну выжить в это тяжелое время, в этой обстановке. Вот для меня это самое святое. Мама, представляешь, этот ролик могут смотреть ВКонтакте, может, сотни, может, тысячи людей. Самое главное пожелание, самые главные итоги, подарок твоего сердца. Прямо смотри в камеру и скажи, чего бы ты хотела просто пожелать людям, человечеству, которое видит тебя. Людям я хотела бы пожелать, не буду говорить высоких слов, мира, солнца, ясно, но я хочу пожелать всем людям, особенно тем, кто живет в семье, всем благополучия, здоровья и, главное, взаимопонимания в семье, что случается совсем нечасто. Что было для тебя самым ценным подарком в жизни? Самым ценным подарком был мой сын. А что больше всего ты ценишь в людях? В людях искренность. Как ты понимаешь, что человек искренний или неискренний? Ведь сейчас люди таким хорошим качеством актерского мастерства обладают, что... Ну, ты знаешь, это, наверное, приходит с годами. Начинаешь понимать людей с годами. Ну, и, может, сразу, когда человек откроет рот, нет, но в процессе общения с ним понимаешь. Почему людям так трудно быть искренними? Ну, потому что есть разные люди. Есть люди играют, а есть люди играют в жизни, а есть люди действительно, это их принципы в жизни. И поэтому они так действуют, так живут, так делают. А есть просто человек двубличный, поэтому не может сказать правду. И как им помочь открыться? Как им помочь? А таким людям очень сложно помочь, наверное. Вот. Это если молодые, еще можно. А если в возрасте, люди с устаившимися традициями, со своими нравами. Так что, может, им это выгодно двойное лицо иметь. Как говорится, в семье и среди людей. Смотри, мам, вот сейчас у вас такой небольшой достаточно круг общения. И, ну, так или иначе, ты приходишь к другим людям. Вот. Что ты можешь сейчас дать другому человеку? Ну, имеется в виду, конечно, не столько внешние подарки, сколько вот... Нет, другому человеку, исходя из тех лет, которые тоже ты мной, другому человеку я могу дать совет, как говорится, по жизни и молодежи. Может даже подсказать трудно, как разбираться в людях. Но, тем не менее, уже с высоты своего возраста я могу понимать человека. Поэтому подсказать, как лучше распознать человека, хотя это не всегда возможно. Но, во всяком случае, возможно что-то. И поделиться своим ценным опытом, исходя из прожитых лет, можно дать, как говорится, добрый совет по жизни. Ну, хорошо. Ну и последнее пожелание мне лично. Своему единственному и самому любимому сыну я хочу пожелать, ну, как это не банально будет, но я пробую, хочу пожелать ему здоровья. Потому что это основное в жизни, без чего все остальное он достигнуть не сможет. И, конечно, чтобы ему по жизни встречалось больше хороших людей, которые также любили его точно так же, как он любит людей. Он очень любит людей, отдает частицу своей души людям и очень искренне с ними. Поэтому мне хотелось, чтобы и люди, все те, с кем он общается, чтобы они были так же искренними к нему. Спасибо и улыбку.